Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это небольшой гайд, как приобрести, купить свой сервер в The Isle, либо в The Isle of Rima. Ну, собственно, не буду ходить вокруг да около, способов достаточно разных много, но я советую покупать, покупать, именно покупать сервер через сайт, который давно себя зарекомендовал. Это arghoster.ru. Нет, мне за рекламу никто не платил, так что не надо писать в комментариях, типа, Sky рекламирует, там тыры-пыры-пыры. Нет, есть много всяких разных махинаций, но я не советую, короче, ими пользоваться. Вот, короче, ссылочка будет в описании на этот сайт, там ничего сложного, буквально за 15 минут вы сможете купить, настроить свой сервер, все будет зависеть от ваших финансов. Ну, короче, давайте кратко, маленько объясню, если что-то будет непонятно в комментариях, да, помним. Короче, заходите на этот сайт, здесь вы обязательно регистрируетесь, прописываете все свои определенные контакты, все, что нужно оставить, все. Далее. Далее. Все, в принципе, в вашем распоряжении, так сказать. Далее. Мы проходим, после того, как вы зарегистрировались, вам нужно, конечно же, закинуть на баланс некую сумму, ну, в принципе, из расчета того, какой сервер вы будете покупать, The Isle, либо The Isle of Rima, ну, и определенно, на каком железе оно будет держаться. Кстати, не только The Isle, The Isle of Rima здесь есть, тут много разных игр. Далее. Мы проходим на игровой хостинг «Заказать сервера». Попадаем вот на такую страницу, и здесь ищем «Игра». Игра. Либо The Isle, либо The Isle of Rima, но давайте попробуем The Isle of Rima, да. Так. Далее. Расположение сервера. Я так понимаю, этот гайд будут смотреть люди, которые живут в странах СНГ. По большей части, наверное, Россия. Локацию сервера, ну, ставим, наверное, лучше на Москву. Почему именно Москва? Потому что расположение самого сервера будет влиять на пинг. Если сервер будет где-нибудь находиться в Австралии, в Германии, то пинг у вас в России будет где-нибудь там 200-300. Далее. Локацию. Локацию я выставляю Москва 46M9. Я не знаю, на что это влияет. Наверное, опять же, расположение ближайшего сервера. Я за это не шарю. Ладно. Далее. Здесь вы выбираете период. Там, хотите на год можете купить, хотите на месяц. Тестово. Тестово пока сейчас вроде не дают, но раньше было можно взять тестовый сервер на два дня буквально. Ну, в нашем случае, наверное, ставим 30 дней. Тариф. Тариф. Вот здесь вот сами уже смотрите, какое вы хотите, на каком железе ваш хост, ваш сервер держался, чтобы было меньше вылетов. Это зависит также, опять же, на то, сколько будет игровых слотов на вашем сервере, так сказать. Если вы купите какой-нибудь самый дешманский, да, ну, я буду покупать самый дешманский, чисто для теста показать вам, то 100 слотов, вряд ли это железо. Можете сами почитать. Здесь все описано. Вот, смотрите, видите, да, справа. То есть, память, тип накопителя, ну и все прочее. Короче, здесь описано. 100 слотов, зайдет 50 игроков. В принципе, железо хост еще может выдержать, а 100 игроков, все, сервер ляжет, короче, к чертям. Далее, тип сервера. Мы выставляем публичный. Далее, здесь еще есть такая графа. Купить MySQL. Что такое MySQL? Ну, простыми словами, мне кто-то объяснял, что это некоторая, якобы, такая, знаете, защита, наверное, для сервера от DoDoS, но на самом деле нет. Это, скорее всего, база хранения ваших данных. А вот. Ну, дальше, в принципе, да, этот MySQL, он стоит 100 рублей в месяц. Невеликая такая сумма, я бы сказал. Ну, а дальше, дальше мы соглашаемся. Мне сейчас нужно будет пополнить баланс. Я куплю данный хост. И, в принципе, мы продолжим. Так, ну, баланс пополнен. В принципе, можно уже заказывать сервер. Нажмем «Заказать». И, как мы видим, нас перекидывает вот на такую страничку. То есть, за Isle Vrima сейчас идет установка самого сервера. Так, вот, пошло обслуживание. То есть, в течение 15-15 минут-2 часов занимает вся эта установка. То, что они вроде там пишут, что 15 минут. Нет, бывает дольше, бывает меньше. Далее. Ну, пока идет обслуживание, установка. Давайте я маленько, кратко не буду прям все разъяснять. Вы сможете, в принципе, сами все разобраться. Зайдете на этот сайт. Там много подсказок, много чего есть. А сразу отмечу ваше внимание на то, если будет вдруг какая-то, вдруг проблема. Пишите в поддержку. Поддержка отвечает 24 на 7. Отправляйте скриншот, и все будет хорошо. Так, давайте пройдемся. Так, по настройкам. Наш пока сервер в обработке. Так что, скорее всего, я пока вам ничего здесь тоже не смогу показать. Так, логи сервера, совладельцы. Так, управление сервером. Как видите, владелец я, но здесь можно добавить ID совладельца, который также будет иметь право к вашему серверу. Он сможет его перезагружать и перенастраивать. Ну, все прочее, короче. Далее. Планировщик задания. Интересная штука. Здесь можно настроить свой сервак на перезагрузку, чтобы не заходить самому на сервер, и каждый его там 2 часа, 3 часа перезагружать. То есть, определенно можете задать время, даже день поставить, и когда будет он перезагружаться. То есть, можно выбрать даже дополнительно, когда сервер пустует, когда есть игроки на сервере, безопасное сохранение. Ну, вот такая вот, в общем, тема. Так, управление модами. Управление модами. Ну, здесь, наверное, пока это практически не требуется. А вот. Ну, далее, далее я вам сейчас еще немножко покажу, как у нас все установится. Вот здесь вот, интересно, есть такая вот функция. FTP папка. Я уже точно не помню, где, куда заходить. Здесь можно прописывать определенные кое-какие команды. Давайте покажу вам кое-что интересное. Так, папка The Isle. Сейчас я объясню. Запоминайте путь. Путь Saved. Папка Config. Windows Server. Server и Game In. Вот это очень важная папка. Здесь, в принципе, самое важное прописано для вашего сервака. То есть, максимум игроков, сколько. Пока что у нас рандом стоит 10, но мы сейчас это все исправим. Когда у нас установится сам сервер, я вам еще отдельно все покажу. Далее. Здесь есть админ Steam IDs. То есть, вы здесь должны прописать свой Steam ID. Для чего это? Я вам сейчас расскажу. Этот файл нам нужно... Так, открыть текстовую область. Вот она. Нажимаем на нее. И здесь вы прописываете Steam ID свой. Чтобы вы имели, грубо говоря, панель к администрации. Также вы можете добавлять здесь отдельных игроков. Также прописываете ID только через Enter. То есть, ну, грубо говоря, через провел, да? Ну, не через Enter, да. А вот. Все. Потом далее вы это все сохраняете, закрываете. Но сейчас я пропишу свой ID-шник. Так. Все. Я прописал свой Steam ID. Он вот такими большими, достаточно долгими цифрами прописан. Не буду рассказывать, как его найти. Куча гайдов на YouTube. Можете посмотреть. Так. Все. Мы это сохраняем и закрываем. Так. Давайте посмотрим, что у нас сейчас с нашим сервером. Готов он или нет? Так. Главный игровой хостинг. Мои сервера. Мои сервера. Так. Смотрите. Ну, походу я скажу так, что сервер уже готов. Он установлен. И сейчас мы его просто включаем. Так. Смотрим, чтобы не было никаких ошибок. Потому что если будут какие-то ошибки, нам придется писать в поддержку. Так. Сервер успешно запущен. Все. Прекрасно. Вроде бы все работает. Так. Смотрим нагрузку. Угу. Так. Управление игроками. Вот тут вот где-то я, по-моему, что-то упустил. Настройки сервера. Вот. Это самое важное. Сейчас. Подождите. Давайте. Выходим на мои сервера. Выключаем его. Ждем. Вроде должна, конечно, появиться панелечка. Но ничего нет. Ладно. Все. Сервер у нас выключен. Заходим в наши сервера. Так. А где я только что это смотрел? Мои базы. Мои базы. MySkill установлен. Это прекрасно. Вот. Все. Мы вернулись. Смотрим. Вот это настройки нашего сервера. Самое главное. Давайте я немножко кратко пробегусь. Не буду заострять на всем внимании. Самое главное здесь вы можете посмотреть. Здесь есть карта Getaway. То есть я не знаю, почему и в Риме здесь нету. Но пускай будет Getaway. Хорошо. Далее. Смотрим. Слоты. Как видите, у нас их 10. Про что я говорил. Мы поставим на такое железо. Я бы поставил 50. Этого. В принципе, достаточно автоматически продлевать сервер. Я не буду. Так. Автоподнятие сервера. Это если вдруг какой-то краш или еще что-то. Возможно, ваш сервер сам рестартнется. Это очень даже хорошо. Так. Далее. Здесь есть URL банлиста. Я не знаю, что это такое. Скорее всего, наверное, ссылки на какие-то ваши сайты. Сайты или еще что-то. Ну, может быть. Да. Вот эти все панели. Я не знаю. Я за это не шарю, честно. Я вам не советую тут что-то лазить, включать. Лучше почитайте на том же архостере, либо в группе ВКонтакте. Там все прям подробно разбирается. Я кратко вам даю примерно знать, что, как настроить и купить. Так. Название сервера. Вот здесь. Давайте мы пропишем. Так. Все, естественно, полностью прописывается на английском языке. Skytop. Defeas, наверное, нижний. Games, Skytop Games, Defeas, наверное, Survival. Давайте вот так. Все. Далее. Здесь сохраняем настройки. Должно все сохраниться. Бывает так, что, конечно, лагает сайт. Бывают какие-то ошибки. Так. Ну, в принципе, наверное, все. Так. Планировщик задачи. Я не буду заходить. Сейчас мы пойдем в игру смотреть. Скажу сразу, что сервер может сразу не отобразиться. Так. Обязательно перед какой-либо настройкой выключайте сервак. Ну, все. В принципе, давайте запускать. Запускаем сервер. Запускаем сервер и заходим в игру. Смотрим, будет ли он отображаться. Помните, как я говорил в самом начале, да? То, что бывает, возникают ошибки. Если вы не нашли свой сервер после того, как вы его вроде бы сделали, купили, загрузили, если вы не нашли свой сервер в списке, а в игре, идите сразу пишите в поддержку. Как видите, я обратился в поддержку. То, что он у меня не отображался в игре. Поддержка, в принципе, достаточно быстро ответила. И сейчас мы идем в главное меню искать наш сервер. Так, ну что ж, друзья. Как видим, наш сервер определенно появился в списке неофициальных Skytop Games Survival. Ну что ж, давайте попробуем зайдем на него и посмотрим, как вообще полностью функционирует все и правильно ли я прописал себе ID, чтобы быть админом на своем сервере. Помните, как админочку я прописывал. Ждем. Так, мы на сервере. В принципе, в принципе, все, все работает. Заходим. Давайте определенно все рандомно возьмем. Включим. Да, как мы видим, и админка у меня также работает. Все хорошо. Так, ну, я надеюсь... Так, давайте посмотрим пинг. Пинг у меня 13. Ну, кто-то пингует маленько. Ну, можно рестартнуть сервер, если что будет. В принципе, так все работает. Все прекрасно, все хорошо. Ставь палец вверх, подписка на канал обязательно.